Друзья мои, есть, наверное, вопросы, а почему введение в мессианскую теологию, почему так мало теологии, почему так много введений, что это обучение, шмабучение, что это такое? Что это такое? В чем дело? Что случилось? Как понять? Друзья мои, а потому что в мессианской теологии. В мессианскую теологию, это отступление, и мессианская теология, друзья мои, это то, чего не было долгое время, не было со второго века практически. Что такое мессианская теология? На самом деле, это не какая-то отдельная от нормальной теологии Нового Завета. Наоборот, мессианская теология – это нормальная теология Нового Завета. это изначально установленная Богом, это изначально зарожденная Богом библейское богословие, богословие Нового Завета. На самом деле, до Нового Завета это все тоже было, вот это иудейская теология, это была мессианская теология. Почему? Потому что с первых книг Торы мы видим пророчество о мессии. Да? И чем ближе к приходу мессии, тем большую роль личность мессии, образ мессии, все, что с ним связано, играли в иудейской теологии. Играли в иудейских вероучениях, потому что они были разные. Разве что саддукей отводили не очень большую роль этому. Все остальные просто… роль мессии была огромной перед рождением мессии и перед его раскрытием. То есть это все уже была мессианская теология. И если мы говорим о нашей мессианской теологии, мессианской теологии Нового Завета, то теология апостолов, теология последующих поколений верующих, она была насквозь мессианская. Мы говорим мессианская в отличие от христианской. Что это значит? Это значит, что она была еврейско-христианская. Правильно. Что в ней еврейство не изгонялось, не вылучивалось, не выхолощивалось. В ней еврейское основание, еврейские корни, еврейские формы выражения, еврейский характер нашления были органичными, изначально присущими ей. И Бог пообещал, что в конце времен будет возрождение, будет великое возрождение. И возрождение еврейских мессианских общин – это как раз великое знамение последнего времени. И возрождение еврейского мессианского богословствования – это конкретное исполнение библейских пророчеств. и восстановление еврейских форм христианского богословия, еврейских корней, еврейского понимания, исторического понимания – это нормальный путь обогащения общехристианской теологии. Мы не должны мыслить все мессианское в отрыве от христианства. Мы не должны мыслить мессианские общины в отрыве от христианской церкви. мы не должны мыслить мессианскую теологию в отрыве от нормальной, новозаветной христианской теологии. Мы не должны мыслить, скажем, иерархию мессианских общин в отрыве от иерархии, так можно выразиться, обычных церквей. Вообще мы не должны мыслить себя неким аппендиксом тела мессии. Мы не аппендиксы. мы – живая органическая составляющая, которая будет разрастаться, причем не как метастазы, как некоторые искренние церковные антисемиты думают, а будет разрастаться именно в восстановлении, в оздоровлении, в развитии и правильное возрастание всего тела Христова, как я специально сейчас говорю Христово. И в этой связи как раз понятно, что когда мы говорим о современной мессианской теологии, то мы разбираем в основном время ее возникновения на рубеже, когда мессия пришел, когда мессия действовал и когда он передал эстафету апостольской церкви или апостольской общине. Потому что это уже была мессианская теология Нового Завета. что, собственно, нас и интересует. Я объясняю этим, почему я не пошел в глубь веков, почему я не стал там. Это можно было, это очень интересно, но это не моя тема сейчас. Вот. Возвращаясь к началу этого важного отступления, возвращаясь к нашим дорогим апостолам, которым была передана духовная власть самим Господом, самим мессией. И эта духовная власть в первую очередь касалась не связывания, развязывания бесов, не связывания или развязывания проклятий и тому подобного. Да, это включало, это включало, дорогие мои. Но почему у них была власть связывания, развязывания там бесов, всяких там духовных сил, освобождения от проклятий? Потому что в первую очередь у них была духовная власть связывать и развязывать жизнь евреев определенными заповедями, определенными постановлениями, определенными предписаниями и запретами. И в связи с этим к ним перешла великая прерогатива обучения. Теперь все уверовавшие в Иешуа должны были учиться не у саддукеев, не у фарисеев, не у учителей Синедриона, это же малого. Не в синагогах, а прежде всего у апостолов и у тех учителей, у тех пастырей, у тех апостолов, у тех пророков, которые были поставлены, благословлены или подтверждены ими. Друзья мои, мы уже, это все уже у нас идет практическая теология. Да, это очень важный момент. Без этого, собственно, не могло начаться новозаветного обучения. Потому что чему было обучение в первую очередь? Обучение было направлено в первую очередь на то, как жить. Посмотрите, друзья, то обучение, которое возникло впоследствии в христианской церкви. И параллельно в раввинистических центрах земли Израиля и Вавилонии, и дальше в средние века распространялось, усиливалось, и еще дальше извращалось. Оно было направлено на изучение различных методов религиозного философствования. Семья. Можете это написать. На самом деле. Если правда показалось сложной, тем более вы пишите сюда. Прочтете и увидите там все просто. То обучение, которое возникло впоследствии, которое начало утверждаться в христианской церкви примерно с конца второго века. Я не беру сейчас стопроцентно точно. И параллельно возникло в раввинистических центрах земли Израиля и Вавилонии, и затем развивалось через все средние века, новое время, новейшее время. Было направлено прежде всего на обучение методам религиозного философствования. Религиозный софистик. Хорошо, если вы словами посмотрите. религиозной казуистики. И в традиционном иудаизме, это можно снова фаза, а с другой стороны, в традиционном христианстве становилось все более абстрактным, оторванным, с одной стороны от Библии, от реального Бодьего Слова, а с другой стороны от реальной жизни. Вот Библии и от жизни. Вы знаете, кто-то может удивиться, потому что некоторые люди считают, что это только церковное богословие каким стало. А думают, что еврейское? Нет. А некоторые люди считают, что именно еврейское таким стало. Мазухо-церковное имя. Но и то, и другое. Оба стали таковыми. Каждая по-своему. Каждая по-своему. Но, к сожалению, оба стали таковыми. Традиционный мудинизм и традиционное христианство выработали свои теологии, которые очень далеко отошли от библейской основы. И они в значительной мере стали абстрактными, они оторвались не только от библейской основы, но и от самой жизни. Да? Да. Это происходило по-разному. И я постараюсь очень кратко сейчас это охарактеризовать. В христианской теологии со второй половины, считайте, второго века, ну, конечно, это началось еще раньше, но тогда во второй половине второго века. это уже начало явно так выражаться. Христианская теология, отбросив еврейскую основу, она взяла греческие формы мышления, но ведь нехорошие, если есть место еврейские. Она не дополнила этими греческими формами еврейских, а она изгнала греческие формы. и прочее. Но в греческой и более широко эллинистической культуре, которая была не только греческая, но можно сказать культура всего средиземноморья и окрестных стран. Вот в этой линстической культуре, там много было внук разделений, но при этом, при всех этих разделениях, основной наукой считалась философия. И фактически философия, это было то, что охватывало все наук. Опять же, не углубляясь, я могу сказать, что в этом был и плюс, но и минус. Поэтому, когда были позаимствованы определенные формы рассуждения, были позаимствованы определенные формы логических умозаключений, гнасиологии, гнасиологии, гнасиология это наука о знаниях, как познавать. С ними были позаимствованы и те философские посылки, из которых эти формы возникали. То есть, была взята не только методологическая часть, не только логика, но было взято философское обоснование этой методологии, этой логики. В греческой философии много действительно хороших. И до сих пор мир пользуется наработками греческих философов, древних греческих философов. Но, также, там есть и немало вредного, в библейской точке зрения. Недаром, если мы читаем того же апостола Павла, который был образован, греческий образован, так сказать, единственный из апостолов, то мы видим, как он предупреждает, смотрите, чтобы никто не увлек вас, философии. Смотрите, чтобы вам не уклониться от простоты в мессии, чтобы никто не увлек вас. В частности, он пишет философии. Потому что опасность это была для верующих из язычников с самого начала. Была она в определенной степени и для верующих евреев, особенно в странах диаспоры. Особенно. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по мессии. Ибо в нем обитает вся полнота Божества. И вы имеете полнотурную. То есть, все, что не в машинке, все, что не через него, то вы принимаете два мнения. Конкретно, абсолютно. Вот. И в частности, что же было в этой философии? В этой философии было много абстрактного. Вообще, греческая философия сильно оперировала абстрактными понятиями. и много говорила об идеальном, так сказать, об ту стороннем. Но это не был будущий мир игры. Это не была вечная жизнь, это было нечто другое. Об этом предоставлено особенно много говорил Платон. А Аристотель разрабатывал разные абстрактные категории. И вот, когда христианская церковь подоимствовала стиль греческого и энистического мышления, и аплодизирование, она подоимствовала, начала заимствовать и философские теории, и философские подходы. И что произошло? Церковные богословы, отцы церкви, Они повели черту между жизнью земной и жизнью небесной, между жизнью тела и жизнью души. Они очень сильно, в соответствии с греческими понятиями, представлениями многих философов разных школ, стали противопоставлять телесное духовному, и отделять одного от другого. Будущий мир отделяет от целой земной жизни, и веру отделять от действий. И все больше они занимались проблемами, все больше и больше уделялось внимание вопросам вероучения, и все более абстрактной теологии, все более абстрактного богословства. А вопросы практической христианской жизни становились вопросами как бы второго плана. И постепенно в христианском богословии выделились различные науки, отдельные науки. Начало происходить специализации за долго до нового времени, когда вообще специализация стала проникать во все сферы жизни. В христианском богословии уже в ранние века. И одна сфера богословия – это было богословие антологическое, которое принималось вопросами бытия, бытия Бога, бытия мира, бытия человека. И все, что связано с человеком, уже выделялось сферу антропологии. Все, что касалось познания, обучения, изучения Библии, по различных форм, методов, целей. Уделялось сферу гносиологии или эпистемиологии, что в общем-то. Там не обязательно это описать, но просто отдельная сфера. конечно, было понятно, что ни то, ни другое, ни третье невозможно без изучения Библии. Но изучение Библии стало выделяться тоже в отдельную отрасль. И потом отдельную науку, которая называлась экзегетика. Экзегетика – это важнейшая область герменевтики. Герменевтика – это наука по изучению текста. Ничего плохого вообще-то в этом нет. Я просто сейчас объясню, какие опасности в этом цем были и как эти опасности, к сожалению, осуществились. можно еще, например, возникла наука о проповеди, герменевтиках. Все дело в том, что все это уже было в греческой философии. В греческой философии была антология, в греческой философии была герменевтика, в греческой философии была гомилетика или ораторское искусство. Это все считалось областью философии. Ну там были еще математика и физика, да, это считалось частью философии. Вообще в древности математика считалась священная тайная наука, и те, кто преуспел в математике, это были как особые, приближенные к тайным силам. И многие из математиков таковы не себе искренне считали. Например, Пифагор, он возглавлял философско-религиозно-математическую школу, в которой учили о посвященных, о тайном смысле цифр и чисел, и о воздействии цифр и чисел на жизнь, на людей, на все. И в Пифагорейской школе были такие специальные таинства только для посвященных адептов, и были специальные священодействия, которые проходили, в общем, ну как самые настоящие религиозные мистерии. Мистерии, само слово, понятно. Таинства, тайные обряды. Просто, чтобы понимать, да, вот это вот древнее мышление, эллинистическое мышление. Это не только эллинистическое, повсюду. Математикой, астрономией и прочим, физикой занимались в основном жрецы, да. Занимались те люди, которые могли быть допущены к тайнам мироздания. А кто это? Это те, которые общались с богами. Те, которые общались с богами. Но не так было в библейском иудаизме. Не так было в библейской религии. Здесь я говорю в хорошем смысле. Не так было. Священники не были большими учебниками. Они не должны были заниматься математикой. Они должны были вычислять некоторые вещи, связанные с календарем. Они должны были немножко разбираться в астрономии. Ну и еще там кое-что связанное с жертвами. Но в остальном они были достаточно имбитерины. Они туго знали свое дело. И это дело было предстоять перед богом за народ и представлять бога народу. Большая разница между даже самым высокоорганизованным, цивилизованным, культурным, наукообразным, языческим образом жизни и образом жизни избранного народа. Когда церковь стала отрываться от еврейских оснований, от еврейских корней. И попала в искушение заимствовать все из той культуры, которая считалась наивысшей в то время в этой части мира. Которая считалась наиболее утонченной, наиболее глубокой, наиболее разработанной. Господствующей, иными словами, когда они попали в это искушение, они позаимствовали многое, что вряд ли стоило заимствовать. А многое из того, что было полезно на определенном служебном уровне, они запустили в те сферы, куда нельзя было это допускать. И таким образом, цельное библейское мировоззрение древних иудеев, и потом еще более цельное библейское новозаветнее мировоззрение первых поколений мессианских евреев, и вообще верующих в Ешуа, стало дробиться и заменяться мировоззрением, которое было по форме греческим, по форме очень напоминало мировоззрение языческих философов. И только вместо многих богов, или вместо первоначала, у них был единый бог Израиля, открывшийся в Ешуа. Но, как мы знаем, мышление, сознание определяет бытие. Конечно, бытие тоже сильно влияет на сознание, но на самом деле пресловутый научный материализм обманывал, говоря, что только бытие по-настоящему определяется. Нет, в первую очередь мышление и сознание определяет бытие. Помните, в той же книге, которую мы вчера читали, какие мысли в голове у человека, таков и он. И такое коренное изменение мышления не могло сказаться на практической жизни веры. Для верующих по учению их новых духовных вождей стало первостепенно важным, в набор каких четких доктрин они верят. Сейчас мы с вами подходим к некаким болевым моментам в нашей жизни. Для христиан стало первостепенно важным В набор каких доктрин они верят. Или в какой набор доктрин они верят. Практическая жизнь верующих была выделена в отдельную область богословствования и была названа нравственное богословие. Вы можете найти, например, среди католической и православной литературы отдельные большие книжки, каждая из которых носит название той богословской науки, о которой она говорит. Вы можете... У меня есть такие книжки. Одна называется Экзогетика, другая называется что-то по гносеологии, третья об антологии, четвертая Гомелетика, пятая, шестая и действительно, например, у меня есть большой толстый том, называется нравственное богословие. Не знаю, что я все это читаю. Ну, полагается, имейте туда богословие. Чтобы вы не думали, что я сильно умный или умнее вас. Ну, ну, есть мнение большое. Надо кого-то рассказать. Вот. Помню, когда-то, еще до революционного времени, если, думаю, личная революция, когда я был верующим, ну, я уже собирал много, покупал книг, тратил большие деньги на книги. У родителей был один шкаф книг. Когда мне уже было так, я думаю, лет 25-30, то у нас уже было где-то шкафов пять книг, и все это я скупил. Вот такой был тип коллекционер. И пришел один мой товарищ, который как раз вышел из тюрьмы, пришел ко мне, говорит, «Боря, ты что, это все перечитал?» И я думал, что ему ответить. Я так... Вопрос мне понравился, скажу, честно. Я где-то неделю пришел с этого вопроса. Вот, что ему такая идея, как реальная могла волоку. То есть, по крайней мере, у меня было то, за что меня можно было формально уважать. Крышки эти. Вот. И... Вот это вот... Кстати, вот это... Книжная мудрость, накапливание литературы, это тоже стало характерной чертой для глав церкви и глав синагоги. В общем, мы сейчас говорим о церкви. И вот произошло такое... Знаете, вот из-за всех этих разделений, отделений и специализаций роль абстрактных истин непомерно возросла. И вы знаете, что уже в раннее средневековье, может быть, кто интересовался историей, людей преследовали не за греховный образ жизни, в первую очередь, а за то, во что они верили. Если человек правильно исповедовал и соблюдал правильные ритуалы, друзья мои, ритуалы, я говорю о христианской церкви, не обеудовались, то этого было вполне достаточно, чтобы его не трогало... Я уже... Ну, я говорю о более позднем средневековье, чтобы его не трогало не трогало инквизицы. Ну, а вообще, если задуматься, то есть человек мог жить достаточно безнравственной жизнью, но если он исповедовал, говорил, что он верит правильные предписанные церковью доктрины, и он соблюдал правильные ритуалы, то есть формально в обрядовой стороне соответствовал требованиям церкви, то многое прочее, на многое остальное закрывали выгрузок. Были даже периоды в истории церкви, когда святое нравственное поведение рассматривалось как опасный признак. у меня есть три тома истории инквизиции, очень интересная книга, очень интересная. И в частности там подробно история преследования катаров и альбигойцев. это это было такое, ну действительно, катары это действительно еретики были, но их ужасно проследовали. были также вальденции, которые в значительной мере это были протестанты раннего Средневековья. вот и вот там описывается, что одним из признаков того, что человек мог быть заподозрен и уличен ереси, был его особо нравственный образ жизни. В частности там описывается, как какой-то граф ехал и кто-то из его свиты подъехал к двум девушкам, которые работали в поле. Ему особенно понравилась одна из них и он предложил поехать с ним. И она сказала, нет, господин, я не могу позволить себе этого. Я не хочу попасть в этот парня тут же подъехал и рассказал об этом все очень удивились. И священник, бывший с ними, сразу понял, что тут дело нечистое. Потому что только еретичка может вот так взять и отказать. Чего она такая боится за такое дело? И их арестовали, допрашивали, пытали, обнаружили, что они действительно исповедуют ересу. Пример шикарный просто. Это, конечно, уже крайнее проявление, но это показывает, куда зашло вот это разделение. Главное, чтобы ты верил правильные формулы. Это, вы знаете, это признаки того, что истинная мессианская вера начала все больше вырождаться в человеческую религию и даже философию. Потому что многие философы, они самые знаменитые философы, о которых вы слышали, они в своей личной жизни могли себе позволить приступать к положению собственной философии. Главное, чтобы на бумаге все было хорошо. Конечно, не все философии были такие, но многие. И вот этот отрыв от еврейских корней, от библейской ценности мировоззрения где не было разделения на то, во что ты веришь и как ты живешь. И то, во что ты веришь, вот эта богословская система, она была тоже цельная. Там не было четких разграничений. Это наука бытии, это наука опознаний, это наука о человеке, это наука чистая теология о Боге, это пневматология, наука о Духе Святом, это христология, наука о Христе, это экклезиология, наука о Церкви, это эскатология, наука о последних временах. Там не было такого, вы понимаете? И когда вы читаете Библию, вы не найдете такого. Вы можете, конечно, найти, например, послание к евреям, где говорится о разных темах в обучении, разных областях познания, которые нужно вести людей. Говорится, что, например, вот это относится к необходимым областям, которые должны быть поняты верующими. Но, вы знаете, это совсем не то, что произошло впоследствии. Совсем не то, что произошло впоследствии. Нам нужно понять, что богословие современной церкви построено на основании греческой философии и некой синтетической религии, которая действительно взяла Библию, но Библию преобразовала с помощью небиблейских понятий. Я думаю, никого не напугал, хотя бы очень такая внимательная тишина. Есть ли в этом богословии хорошее? Много. Замечательно. Есть ли в этом богословии ценно? Сто процентно. Есть ли то, что нужно изучать? Да. Можно ли его использовать в обучении? Да. Есть ли в этом богословии библейская основа? Да. Но, друзья мои, нам нужно возвращаться к библейским корням. Нам нужно возвращаться к библейской основе. Протестанты начали это делать, но они делали это, отвергая еврейская. А это понимаете, это ты возвращаешься к библейской основе, отвергая, понимаете, ту форму, те пути мышления, те пути построения веры, ту методологию жизни, которая заложена в библии, потому что все это еврейское. Поэтому, что сделало традиционное христианское богословие, протестантское богословие, оно прошло полпути и остановилось. Прошло полпути и остановилось. Друзья, нам нужно пройти второй час пути. Я не говорю, что вы, мы с вами только должны это сделать. Многие люди уже это делают, но мы должны включиться в это. Мы с вами живем в такое чудесное время, когда миссианская теология еще только строится. Мы живем в такое славное время, когда мы можем принять участие в формировании чего-то удивительно нового, что на самом деле будет восстановление на новом уровне старого, божьего, древнего, прекрасного образца. я сказал о вот этом поражении христианской традиционной теологии. Я сказал о том, что вера становилась все более абстрактной и разделенной. Жизнь и вера разделялись. вера для обыденной жизни. Вера даже для служения это было одно, а вера как вероучение другое. В Библии это все единая вера. затем я сказал о разделении богословствования на отдельные области, которые постепенно вообще оформились как отдельные богословские науки. естественно между ними должна быть грань. Например, брат специалист в области экклезиологии. Он защитил диплом, потом магистерскую, потом докторскую диссертацию. Он великий специалист в области экклезиологии. А другая сестра в области эскатологии. эскатологии. И нам нужно, например, нам нужно разобраться с вопросами истории церкви. И естественно мы должны знать, кого мы будем приглашать. Эскатология там тоже говорит естественно о церкви. Ну например, может быть сестра она исповедует учение, что церковь будет восхищена перед временем великой скорби. А мы хотим разобрать вопрос великой скорби. Значит кто нам нужен? Нам тогда брат не нужен, потому что уже церкви тогда не будет. Он нам ничем не может помочь. Он большущий специалист в области экклезиологии. Нам нужна сестра в этой области в области эскатологии постцерковного периода. А мы ее приглашаем. Вдруг выясняется, что сестра как раз специализировалась на области экклезиологической эскатологии. То есть только той эскатологии, которая касается церкви. Вот мы зависаем. Значит, нам нужен более узкий специалист или тот специалист, который верит, что церковь пройдет время эскатологии. Тогда мы сможем разобрать это время. И так далее. Мы просто погрязаем в специализации, в экспертах, в разделении. у нас все по-научному становится. Верующие уже не могут какие бы откровения этот верующий не получил, он уже не может по-настоящему претендовать на то, что христианский мир солидный его услышит, если он до этого не изучил труды предшественников хотя бы в той области, в которой он получил откровение. Если в той работе, где он напишет свое откровение, у него не будет солидного справочного материала, ссылки на библейскую критику, на разные школы, рам-бам-бам, барам-бам-бам, Вы понимаете, что это вообще, что-то совершенно другое, чего не было. Церковь уклонилась от простоты и силы, но ни одно это последствие было вызвано вот этим греческим строем мышления. Ни одно это разделение. Народ Божий разделился на священников. Это настолько противоречило Слову Божьему и тем не менее. Друзья мои, посмотрите на чувство юмора Бога Израиля. Мессианская община, которая впоследствии стала называться христианской, все больше и больше расслаивалась на священников и мирян. Затем появились промежуточные категории чтецов, катехизаторов, то есть тех, которые готовили новообращенных к Твиле Крещению, певцов, там вначале были музыканты, затем экзорцистов, тех, кто изгонял бесов и многих других. Эти все промежуточные категории не входили в священство, но при этом они не были как бы и мирян. Мало того, затем среди священства началось разделение. Сейчас, например, в православной церкви есть шесть классов священников. По-моему, в католической это более сложно, но я точно не знаю. Что это такое? Где это в Библии? В Библии все священники, просто среди священников Божьих, среди народа священников, есть те священники, которые поставлены на определенные духовные позиции с целью поднятия, развития, укрепления, совершенствования, снаряжения на служение других священников. Вот и все. Это с одной стороны. С другой стороны, что произошло в иудаизме? Иудаизм, которым официально должны быть разделения на, как вы знаете, три основных класс, даже касты, потому что каста это наследственное понятие. Это коганим священники, левиты, те, которые обслуживают богослужение, и исраэлиты. Это остальные евреи. Смотрите, что получилось. После разрушения храма и фактической ликвидации рассеяния священников за неимением возможности священодействовать, и левитов также, фактически все евреи превратились в не священников. Если вы назовете раввина священником, он может испугаться, потому что раввина это не священник ни в коем случае. Это опасно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...